Дошкалята Старокамышинска побывали на ярмарке профессий. На подготовку необычного мероприятия коллективу детского сада понадобилось три дня и помощь специалистов из других сфер деятельности. Впервые в нашем детском саду проводится это мероприятие. На этом мероприятии ярмарка профессий. Представлены такие профессии, как сотрудники МЧС, ветеринар, плотники, библиотекари, инспектора дорожной безопасности, повара и много других. Идея возникла спонтанно, буквально, потому что в основном мероприятия проводятся в летний период это по оздоровительной кампании, а мы решили немножко направить это на образовательную деятельность. То есть показать нашим детям, что очень много профессий в нашей стране и они достойные все. Слышно? Легкие это называется. Можно послушать легкие, а можно послушать сердечко. С детским садом, конечно, всегда сложно работать и с малышами. Их очень много, они все разбегаются. Нужно объяснить каждому ребенку, что нужно, что лучше сделается для собачки, что нет. Очень часто спрашивают, как стричь когти собаки, как лучше за ней ухаживать. Конечно, маленькие дети не понимают ничего про именно болезни. Чаще спрашивают все-таки про уход животных. С рядом профессий детей познакомили сотрудники учреждения. Какими инструментами нужно работать, показал плотник. Я работаю в садике плотником, занимаюсь ремонтом, все, что сломается, скажем так. Сегодня я знакомил ребят детского сада с инструментом, который применяется у нас в быту по работе с деревом. Как ни странно, хоть они и городские, скажем так, дети, но тем не менее они хорошо ориентировались и называли инструменты. Нет-нет, один скажет, другой скажет. Значит, дети еще понимают, разбираются. Если на других площадках дети могли потрогать инструменты, то с плотницкими они только ознакомились. Инвентарь рабочий, а значит острый. Зато размять в руках мяту можно было в гостях у фармацевта. Вот какие профессии вам сегодня показали? Пожарная, полиция, повар. Сама ты, когда вырастешь, кем бы ты хотела работать? Фармацевтам. Они работают в аптеке. Продают таблетки, лекарства. Побывать на ярмарке профессий смогли только воспитанники старших групп. Но мероприятие настолько понравилось детям и взрослым, что ПЭТ-коллектив планирует сделать его традиционным.